Приветствую вас и совершенно точно, что свою жизнь вот так, сразу, резко, в одночасье вы не измените. Вы знаете, можно выделить два способа изменения алгоритмов, так сказать, деятельности. И этот алгоритм проявляется либо в конкретных действиях, то есть вы используете те методы, те поступки, те модели поведенческие, которые вам больше подходят, которые вам больше нравятся, например, либо вы просто, ну, как бы, вот выбираете для себя определенные поведенческие, опять-таки, модели и просто-напросто их стараетесь усуществлять. То есть вы, то, что вы делаете, это просто-напросто меняете свое поведение. И здесь, в принципе, довольно правильно уже высказалась моя коллега. Она вам, в принципе, порекомендовала достаточно подробные схемы, как изменить свою жизнь, свою деятельность и так далее. Но лично я считаю, думаю, что сперва необходимо прийти к определенному осознанию. К определенному осознанию того, что вы вообще для себя хотели бы. К осознанию того, что для вас правильно, ценно, истинно. И постараться для начала на психологическом уровне проработать ряд негативных установок, которые, скорее всего, мешают вам нормально осуществлять свою деятельность и нормально выстраивать отношения как на работе, так и с мужчинами. И тогда, если мы договорились с вами о том, что вы сделаете такой выбор, то я предполагаю, что вы сделаете выбор в пользу для начала психологической обработки информации и психологической проработки того, что у вас есть сейчас, на данный момент. Хотел бы выделить несколько важных направлений, которые нуждаются уже сейчас, достаточно сильно, срочно нуждаются в том, чтобы вы обратили на это свое внимание. Во-первых, это детско-родительские отношения. Тут сразу всплывает вопрос, почему вас, например, родители унижают, все время ругают, вас чем-то обвиняют и так далее. Чем вызвано подобное поведение с их стороны, почему они так себя с вами ведут, и что из того, что они вам говорят, вы воспринимаете как правду. То есть нужно здесь постараться выявить мотивы ваших родных, постараться адекватно относиться к тому, что они говорят, и не особо прислуживаться к ним в том контексте, в котором, ну, например, они стараются вас там задеть, обидеть, унизить и так далее. То есть вот этот момент, момент пронаботки детско-родительских отношений, обязательный. Без него вам будет сложно что-либо изменить, потому что именно родители, ваши родители, именно они задали первоначальный тон, первоначальное восприятие ваше самой себя, что не может не влиять на вас. Далее, следующий момент, момент, который касается теперь уже вашего поведения с мужчинами, то есть как вы себя с ними ведете, какая у вас модель женского поведения, какой вы бы хотели видеть свою модель женского поведения, и какого мужчину вы рядом с собой, собственно говоря, видите. Это следующее основное направление. Обычно первичная модель женского поведения задается родителями, в данном вашем случае это мама и, ну, в основном мама, для девочки в основном мама, но, как я понял, в вашем случае, поскольку с родителями у вас отношения не очень хорошо вкладываются, то вполне может быть искаженная модель женского поведения. Соответственно, с этим тоже стоит работать. То есть вам нужно либо выбрать для себя ту модель, которая вам нравится, которая бы вас устраивала бы целиком и полностью, то есть, ну, знаете, ответить на вопрос, какой вы, например, себя видите, какой вы себя видите женщиной, какая она по вашему мнению, что она, например, должна делать, как она должна себя вести и так далее. Вот это очень важная вещь. Важная вещь, о которой нужно вам обязательно подумать. Если же модели поведения своей вы найти не можете, то есть вы не можете сказать, какой вы себя видите, то тогда вам нужно выбрать наиболее приближенную модель. поведение к себе. То есть такую модель поведения, которая бы вас устраивала. Это может быть актриса, какой-нибудь персонаж, ну, женский, конечно же, или вот может быть еще кто-то. Только только так вы можете выстраивать модель своего женского поведения и, значит, представлять таким образом интерес для мужчин. К сожалению, по-другому у вас не получится этого сделать. Для того, чтобы выстраивать отношения с мужчинами, вам нужно сделать именно это. далее серия ответит на вопрос, какими, по вашему мнению, должны быть ваши отношения с мужчинами? Что они должны из себя представлять для вас? и соответственно, когда и если это будет выявлено, то вы сможете для себя определить. Ну, во-первых, во-первых, что вы можете дать мужчине как женщине? во-вторых, что мужчина вам должен дать? Что вы ошибаетесь от него? Это тоже достаточно важный момент, потому что вступая в отношения, вам нужно понимать, чего вы сделаете, чего вы хотите, на что рассчитываете. В раздельном случае могут быть проблемы в виде, например, того, что было у вас. То есть я имею ввиду негативных моментов. Теперь дальше, по поводу уверенности в себе. Здесь ситуация складывается следующим образом. Вам определенного вы нуждаетесь в защите, да, но вам нужно учиться самостоятельно давать отпор тем, кто хочет, например, вас обидеть, тем, кто хочет, например, причинить вам боль, и так далее. И чтобы это сделать, необходимо повышать уверенность в себе. А чтобы повышать уверенность в себе, необходимо понять, во-первых, в чем вы не уверены на данный момент в себе, и определить, соответственно, исходя из этого, задачи, которые нужно будет выполнить для того, чтобы уверенность в себе повысить. Также можно говорить о том, что сами ваши недостатки, которые у вас есть, необходимо подразделить на две части. Первая это те недостатки, которые воспринимаются вами как таковые, но которые представляют собой то, что делает вас уникальным. Это то, что менять в себе нельзя, а стоит принимать. Принимая это, вы сохраняете свою самобытность. И второе это недостатки, которые откровенно просто-напросто вам вредят. Их также нужно отделить и вот уже с ними работать путем выполнения, как я уже сказал, специально сформированных задач. И следующий момент, который мне хотелось бы затронуть. Это момент, пожалуй, знаете, это момент, пожалуй, связан с социальными ролями. Здесь мне, во-первых, непонятно, почему после окончания школы вы не пошли учиться дальше. То есть с чем это у вас связано? Ну, вы же вроде бы хотите работать, вроде бы у вас есть некая цель, но вы, тем не менее, все равно даже в своих сообщениях вы не говорите о том, чтобы, например, допустим, пойти учиться. Вы говорите только о том, что работать, 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 а учиться вы не говорите. При этом вы хотели бы найти хорошую работу, по вашему мнению хорошую работу. но как же вы хотите найти хорошую работу, если вы не учитесь? К сожалению, неквалифицированный труд, если только это не та деятельность, которая идет от души, то есть вы прямо не понимаете, что это ваш то, что всегда вы хотели делать, если это только не такая деятельность, то реализовываться в ней вам будет достаточно сложно, к сожалению. Итак, это второй момент, почему вы не пошли учиться. Или если вы хотели, например, но у вас допустим не хватает денег, недостаточно средств, такое бывает, тогда необходимо подумать над тем, чтобы работать именно для учебы. Далее. Далее важный момент, который касается того, кем вы себя видите, то есть кем вы хотите вообще быть, кем вы себя представляете через 5 лет, через 6, 7 лет, 10 лет. И вот на это вам тоже нужно ориентироваться. Это также очень важно. И вот на это сделать как бы это своего рода ориентиром подобное подобное направление. Вам нужно к нему двигаться, вам нужно к нему стремиться. Это были направления, направления работы с вами. Поймите, ваши родители ведут себя довольно негативно по отношению к вам. Они ведут себя деструктивно по отношению к вам. У них есть на это свои мотивы, безусловно. Но вам они вредят. Родители. И это первое, с чего стоит начать. Вам 18 лет, вы уже завершеннолетняя, поэтому старайтесь обустраивать свою жизнь по настоястям. И если говорить о психологии, то это работа над вот этими вот сферами. То есть вам нужно записаться на личную консультацию к эксперту, который вам понравится и начинать с ним работать. Думаю, именно это поможет вам решить все ваши проблемы и поможет вам изменить себя и изменить свою жизнь так, чтобы она не казалась вам ужасной. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...